26 ноября в рамках всероссийской акции «Единый день героя» педагоги, обучающиеся школы номер 3 и Фурмановского технического колледжа совместно подготовили и провели торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения нашего земляка, героя Советского Союза, старшего лейтенанта Николая Васильевича Колосова. Участниками мероприятия стали члены отряда «Спасатель» и военно-патриотического клуба «Звезда» Фурмановского технического колледжа, кадеты школы номер 3, учащиеся школы номер 10, воспитанники Центра детского творчества и музыкальной школы. На мероприятии присутствовал почетный гость, генерал-майор Виталий Парфенович Лысов. Под звуки встречного марша представители кадетского класса и студенты колледжа внесли копию знамени 10-го отдельного гвардейского батальона минеров, флаг Российской Федерации, флаг Фурмановского технического колледжа. В ходе мероприятия участники познакомились со страницами биографии Николая Васильевича Колосова, с материалами и документами, которые были собраны о герое-земляке, поисковым клубом «Искатель» под руководством краеведа Лидии Павловны Королевой и которые бережно хранятся в музее колледжа. Сегодня мне хочется сказать слова искренней благодарности всем тем педагогам, всем тем, кто занимается активно, занимается воспитанием и подрастающего поколения в части военно-патриотического воспитания. Безусловно, вы делаете очень большую колоссальную работу, вкладывая в наше подрастающее поколение те знания и то мужество, которые наши предки показывали в годы войны. Поэтому мы с вами должны на протяжении всех веков, на протяжении всего времени помнить и чтить память о наших предках, помнить и чтить тот подвиг, который совершили они на полях сражений. Я уверен, что благодаря вам, уважаемые педагоги, благодаря вам, уважаемые воспитанники кадетских классов, кадетских корпусов, именно вы и будете рассказывать дальше своим сверстникам. И мы с вами будем долго и долго помнить о подвиге наших предков. Спасибо вам за ту работу, которую вы проводите. Поздравительную видеооткрытку получили участники мероприятия от Тверского машиностроительного колледжа, в котором обучался товарищ Николай Колосова Ефимов Вячеслав Борисович. Генерал-майор Виталий Парфенович Лысов рассказал о подвиге, совершенном Николаем Колосовым и пятью его товарищами и вручил директору колледжа Галине Александровне Мусатовой памятный знак «Ветеран инженерных войск», учрежденный к 313 годовщине создания инженерных войск, которым был посмертно награжден Николай Колосов, Советом ветеранов инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня гвардии старшему лейтенанту Колосу Николаю Васильевичу исполнило бы 100 лет, а в день совершения его подвига ему лишь шел 24-й год. Погиб он 13 мая 43-го года. Вот в условиях после Сталинградской битвы, когда наша армия, наши полководцы научились воевать, от обороны перешли к проведению мощных наступательных операций. В этот период готовилась операция Калининска, именована 1-й Прибалтийский фронт, Аршанско-Витебска, командовал фронтом генерал армии Баграмян. И поскольку действия шли не просто на вытеснение противника и освобождение территории, а на окружение и уничтожение пленения их, Так вот, с этой задачей и был выброшен взвод старшего лейтенанта Колосова. 12 человек. Они связались с партизанским отрядом и вместе с ними, всем же не допустить полномерного отхода немцев, окруженных в этом котле, и ограничить возможность деблокирования со стороны внешней группировки германских войск. Они уничтожали мосты, вырождали дороги, склады с боеприпасов и горючим. И это было, особенно в условиях лесистоболотистой местности, серьезной помощью нашим войскам. В ходе мероприятия звучали стихи Владимира Григорьевича Тищенко «Вспомним героев Великой Победы». Сергея Федоровича Шаповалова о подвиге шестерых героев-минеров в исполнении учащихся кадетского класса школы номер 3. В память о погибших была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие песней «Десятый наш десантный батальон» в исполнении учащихся школы номер 10 и «Танцем офицерские жены» студии эстрадного танца «Прикосновение». Да, война закончилась давно, но это страница нашей истории, и мы обязаны помнить о бесстрашных подвигах тех людей, которым мы обязаны жизнью. Мы должны сохранять мир, чтобы избежать войны. Мы должны ценить мирную жизнь. Память о войне, о ее героях и подвигах должна всегда жить в сердцах людей, ведь без исторической памяти нет будущего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!